Сегодня такой мы хлеб испекли, уважаемые зрители и подписчики. С юбочкой. Да, вот с такой юбочкой. Но, конечно, надо обязательно не забыть нам вот эту. Горячую еще. Сейчас попробуем. Почти как хирурги. Конечно, можно дольше... Типа, хочешь сказать, подайте тампон. Да, да. Зажим под тампон. Но если бы мы подождали немножко больше, чтобы остыло, то, конечно, таких мучений бы не пришлось. У нас вообще, Олег, с тобой очень богатая фантазия в плане слов. Мы же с тобой с текстами, с иностранными работами. Там приходится постоянно мозг напрягать, чтобы подбирать слова. И вот мы даже видео, когда записываем, у нас масса всяких терминов в голову лезет. Сравнений и слов из любых отраслей науки и техники. Поэтому ты сказал, хирург, а я тебе сразу по вот этой твоей салфетке тампон-зажим. Так, сегодня у нас мука МАКФА общего назначения или высшего сорта. То есть не итальянская, не эта. Ну, конечно... Так, ты это на столе, осторожно. Да, вот демонстрирую. Достаточно для демонстрации. А то завалится стол, который ты уже и так расшатал. Не хотелось бы, как у зрителя, сидеть на полу. Так, ну, им там комфортнее. Ну, вот такая, вы знаете, да. Ну, это также традиционная мука МАКФА. Как бы, ну, мы сделали такой мини-хлеб. Это из-за чего? Из-за диеты. Ну, да, как бы. Ну, вот, если посмотрите качество. Здесь используются итальянские дрожжи. То есть, как обычно. Масло не использовалось. Только это такой фитнес-хлеб. Почему масло? Ну, здесь у нас еще такой есть салат. Сейчас вам покажу. Здесь у нас использовалась редька. И наш вот этот редис-дайкон. То есть, он такой крупненький иногда бывает. И вот такой кулак здоровый. И здесь уже масла много. Поэтому его просто вот этот хлеб сюда кидаете. А вот, Олег, мы вернемся к твоему хлебу. И вот я смотрю, я еще не специалист по выпечке. Но вот я какой раз замечаю, когда ты его делаешь маленький, он у тебя вот такой вот плотный. Тебе даже Надежда, наша невестка, говорила, что он плотный. А мне вот нравится больше, когда он такой пористый, пышный. Но, с другой стороны, в этом хлебе использовалось... Этот хлеб имеет 80% гидротацию, то есть водонасыщение. 220 миллилитров воды использовалось на 270 грамм муки. На самом деле, обычно, когда я использую 80% воды, довольно поры большеватые. Ну, а здесь вот макфа. Ну, как правило, как бы... Когда ты маленький делаешь, у тебя все время он такой плотный получается. У тебя именно на нормальной буханке, которую ты делаешь, не уменьшая. Ты же это уменьшенную версию делаешь? Да, это уменьшенная версия, но здесь мука как бы не лучшая, можно сказать. А такая вот общего пользования. Ну, я бы не сказал, что сейчас попробуем, тогда вот можем оценить. Потому что... Ну, попробуй, давай. Как бы, иногда у меня крупные поры, но там у меня хлеб настаивается, ферментируется. Больше 12 часов, поэтому здесь как бы вот мы покрыли маслом. Ну, могу тебе дать вот этот маленький кусочек. Хочешь задобрить? Да. Я могу покрупнее взять. Ну, по вкусу отлично. Ну, вообще, редька с маслом. Какой хлеб не возьми, все равно будет хорошо. Здесь просто может быть вкус более изысканный добавляется. Ну, да, вот то есть вот такой у нас маленький перекус на ланч. И что интересно, мы использовали здесь подсолнечное масло. Вот видите, довольно много. Поэтому еще его в хлеб класть нет смысла. И теперь оно вкусное, туда макаешь хлеб и наслаждаешься. Вот такой у нас сегодня мини-обед. Ну, что ж, колбаса будет. Ну, колбаса можно было и не показывать. Ну, а ты говоришь, хлеб и редька. Люди скажут, вот такие эти, за здоровый образ жизни. У меня у нас еще колбаса будет. Да, веганы, веганы. Ну, все. Хотел скрыть, но я его поймала. Да, ну, приятного аппетита.